ребят всех приветствую с вечернего города тусон аризона так друзья с прошлой серии я выгрузился в в в в аризоне городе феникс ехал я на город нагал из как вы помните но я не доехал в общем остановился в тусоне заехал mercedes купил маслица залил свеженького маслица ему сейчас вечерей там сзади чуть дождик заходит буквально две капли на улице невыносимая духота жара в общем я решил себя побаловать у меня на завтра есть груз я взял меня завтра загрузка в районе так сейчас я посмотрю во сколько даже не помню как раз менял масло значит в обед у нас загрузка 12 в час даже в час и едем мы с вами в нехорошее место у меня уговорили дали за то место неплохие деньги и я хочу попробовать мне просто все как раз уговаривали диспетчера говорят что мы тебя вытянем не переживайте по возьмем не надо домой попасть на следующей неделе поэтому они мне сказали что будет понедельник не переживай мы тебя вытянем груз у меня из города илка это у нас аризона сейчас мне надо будет немножко вернуться в сторону феникса это между фениксом посредине и тусоном и едем мы с вами на миллоке висконсин да 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 я знаю что вы сейчас говорите и напишите что влад ты говорил туда не поедешь больше не зарекайся дал господа вы были правы я здесь уже извините конечно но я был как бы не прав но посмотрим посмотрим потому что как говорится не говори гоп пока не припрыгнешь так что завтра загружаемся груз не тяжелые в районе 250 килограмм я планировал ночевать на границе там с аризоны и мексикой но там прохладно но я туда не еду поэтому пришлось мне снять друзья гостиницы снял я гостиницу сейчас я еду хочу взять почему то очень мне захотелось пиццы возьму пиццы возьму баночку пива и еду в гостиницу отдохну там пока еду вот смотрите на город тусон ничего здесь интересного испана испанская архитектура грубо говоря потому что рядом мексика буквально 100 километров 60 миль находится граница соединенных штатов мексики там такой красивый закатик у нас как-то немножко подустал честно говоря я как вы помните выгрузился в обед сегодня продолжаю вам писать но начал другое видео выгрузился в обед пока заехал один мерседес заехал другой мерседес заехал в феникс и купил вот такой вот колечко ведь это на интеркулер turbo charger в общем нее на поменять вот эта ерунда друзья 36 долларов и 66 центов я одно менял помните да второе не могу нигде найти заехал за маслом и нашел это колечко все-таки она мне попалась каждого деле расспрашиваю никого нет но все-таки нашел 36 долларов но купил уже фиг с ним надо мне его будет поменять потому что уже начал она там конкретно сопливить я думаю может из-за него чуть и интеркуллер вот просаживает пропускает и может из-за него но в общем немножко какой-то недотяга маленькая но то я уже дома разберусь сейчас вроде бы едет нормально тяга есть вроде все все хорошо пока так значит едем мы сейчас вот две мили у меня пиццерия я забил заезжаю за пиццей возьмусь и средненькую и я уже заказал все заказал гостиницу заказал пиццу заказал за пивком надо заехать на этом возле гостиницы схожу пешком там заправка на углу возьмусь я там пару баночек пол литровых может одну возьму даже литровую или ну в общем посмотрю или одну полу литровую не хочу сегодня мучиться хочу выспаться отдохнуть завтра до 12 я имею право быть гостиницы поэтому высплю себе часов до десяти до девяти прямодушек все покупаюсь полежу гостиница вроде бы неплохая даже с бассейном но я не буду путь и бассейн я человек флоридский что мне бассейны эти хочу короче отдохнуть о какой закатик смотрите так девчуля идет не по пешеходному переходу справа как-то подустал эта жара вы знаете очень выматывает очень выматывает вроде бы ничего я не делал ну что это масло поменял полчасика полазил там посмотрел все вроде все хорошо как-то выматывает ладно друзья едем в пиццу за пиццей и едем в гостиницу гостиницу покажу так вот наша гостиница ручок стоит вон поедем сразу назад я думаю там тоже стоят машинки вот а тут трека у нас больше чем легковушек блин а куда же мне стать понаставляли здесь своих драндулетиков вот этот вообще стал блин не по-человечески давайте залезем сюда вот не знаю какой номер пойду схожу узнаю потом посмотрю куда там окна выходят так друзья ну что я заселился значит неплохая гостиница что мы имеем входная дверь собственно говоря утюг не знаю где гладильная доска но видать это я это я здравствуйте все фен майдадыр собственно говоря кровать queen size я взял люстры свет что у нас тут ванная душевая кабинка у нас здесь свет душевая кабинка туалет полотенца чет я не вижу но где-то они есть я думаю возможно здесь а вот и гладильная доска есть полотенца есть тримпеля есть микроволновка есть холодильник пустой телевизор телефон стол моя собственно говоря пицца взял такую вот покажу смокота кондиционер и у нас такая вот хопа и он там наш барбосик стоит вам не видно потому что темно ну вон он вон в общем все супер можно его даже сюда перегнать куда-то прям под под окно возможно это я сейчас и сделаю как раз под окошко перегоню а может пусть там стоит пусть там стоит или сюда перегнать не знаю наверное сейчас сюда перегоню чтобы вдруг сигнализация сработает я услышал ну и все собственно говоря номер такой вот номерок небольшой единственная единственная проблема я не вижу нигде usb и и у меня нет штекера для зарядки телефона это есть проблема потому что я не вижу нигде не в телевизоре к сожалению да не в этой штуке да блин и здесь usb нету короче нигде нету usb а как же зарядить телефон блин блин ладно сейчас что-то придумаю все друзья такой номер я иду в душ ем пиццу разогреваю ее и смотрю телевизор и отдыхаю до завтра до загрузочки доброе утро народ это пикапчик приехал тоже здесь наверно ночевал где-то а может и нет в общем только проснулся недавно сейчас еще утречка сели часы 9 часов утра зарядку не врал 9 часов утра загрузка в час хочу поехать раньше может получится раньше загрузиться чтобы я был уже спокойный или хотя бы уже узнать сегодня немножко пасмурно это радует потому что не так жарко покамись но я думаю будет жарко но он наш трудяга работяга стоит ждет хозяина сейчас посмотрим что у нас там чуть аккумулятор один я оставил холодильник работать чуть подсел был дождик наверное ночью смотрю какой-то прям бампер весь в такой как после дождя капал на асфальт и забрызгал все так что у нас здесь здесь у нас холодильник работает скидываемся в общем и готовимся выезжаем сейчас смотрите сколько здесь строкистов стоит ребята где-то кто-то местные они так что сейчас они этот вот с луизианы номера я не знаю как они без слипера ездят по гостиницам что ли да был дождик вечером немножко повымазал горе ладно это не беда сейчас заведем прогреем и выезжаем так ребята приехали мы практически приехали на складик надо чтобы нас раньше загрузили желательно хочется мне очень потому что было бы очень хорошо я надеюсь что груз в принципе компания здесь грузился уже серьезно возможно раньше загрузят сейчас узнаем такой склад посреди пустыни больше ничего нет так ребят заехали прямо на склад как-то так все выглядит снимаю из постижка снимать вообще как бы нельзя так вот внутри прям заехал под кондиционер так говорится с машинкой все сейчас грузимся и выезжаем в общем я взял еще один груз тоже на иллинойс в общем на кону больше четырех тысяч долларов нужно нужно все сделать красиво доставка у нас в иллинойс висконсин один на воскресенье вторая в понедельник так что прекрасно все складывается сегодня только четверг так что сейчас загрузимся и все он несут документы уже и выезжаем так друзья я приехал за вторым грузом человек приехал тоже грузиться забыл вам показать вот такой вот у нас ящик ну такой вот везем на иллинойс в общем сейчас второй загрузим покажу второй так едем на другую сторону ребят я уже здесь вам снимал несколько раз уже здесь прописался на этой компании шикарный прокер у меня сейчас этот груз который я забираю очень шикарный очень хорошие деньги платит в общем сейчас на другую сторону только надо объехать забрать нашу палетку человек подъехал этот на желтеньком бокс траке зацепился с ним а там видать уже ждут ждут давно уже наверное стоит уже с палетой тоже выехал еще один хотя это местный наверное такая у нас грунтовочка ребята там рампу строят на фронте это очень хорошо так что сейчас загрузим палетка у нас одна там легенькая тоже очень и поедем на иллинойс выгрузка так где у нас тут а уже ждет уже ждет бедный да выгрузка одна в рокфордне одна в мелвоке да уже ждет такой заезд не очень сейчас где-то уехал пока я там стоял разговаривал сейчас приедет не знаю что то за оборудование какое-то везем а здесь тоже какая-то ерунда легкая вот это пятьсот паундов двести с копейками килограмм а сейчас вообще сто паундов груз сто паундов ё-мое по лето тяжелей сорок с чем-то килограмм сейчас загрузимся и выезжаем потихонечку стоять а нет заедем пообедаем это святое так все друзья один груз второй груз два с копейками долларов за милю едем как по практически как на траке едем у нас ребята на траках сейчас за такие деньги ездят груз очень легкий вот этот ящик можно в принципе поставить на тот или сюда там салон его вкинуть это вообще очень легкий не знаю что там внутри честно говоря не смотрел ну давайте заглянем а даже залезу вам покажу немножко вот такие вот трубки для автомобиля или чего-то в общем это у нас получается в омывательное или что-то такое похоже очень не знаю для какой-то или автомобильной техники все сколько время 12.46 идеально час дня сегодня четверг доставка этого всего в воскресенье и понедельник значит я Илка съездил загрузился что приехал в Нагал и загрузился загрузился ой доставка у нас Рокфорд и вспоминаю и Милбокер да-да-да я еду туда ну трудно отказаться от таких денег не поехавши туда будем терпеть будем терпеть эти дороги но имеем что имеем как говорится все поехали смотрите вот проезжаю граница Мексики да помните я уже несколько раз вам показывал а это вот патрульные машинки которые контролируют весь всю границу ездят ребята здесь работают вон там офис их здесь очень много это вся парковка забита этими машинками так такая же большая большая парковка есть еще буквально 30 миль отсюда даже меньше 25 где-то тоже прям на границе с Мексикой буквально пару миль есть машины прям с защищенными стеклами пуленепробиваемые то есть всякое здесь есть вот какая-то еще видите техника специально стоит не знаю я в этом далекий для этого генераторы вот офисы видите маленькие какие-то передвижные есть так вот эти зеленые бонды патрули контролируют границу сша и мексики едем еще по этой грунтовке еду на обед куда еще не придумал а 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 так все друзья на сегодня отработали солнышко у нас вон там еще светит запарковал вот так вот в уголочке идем посмотреть на вид с высоты птичьего полета на город эль паса который находится точнее это лас крузис а эль паса у нас чуть дальше но все равно видно сдалека хватит на сегодня работать там 1430 миль осталось ехать еще и завтра пятница суббота есть времени куча такая аристерия здесь прошел там дождик вон он там пошел небольшой видите здесь охрана есть неприметная такая зона отдыха он находится на горе очень хорошо здесь обычно не так жарко когда солнце сядет но солнце у нас через час где-то еще сядет поэтому еще конечно жарковато туалет есть люди вот путешествуют останавливаются сейчас пройдемся с вами вид здесь никогда не был досмотровая площадка вообще туалет такой интересный сделан зона отдыха вот смотрите как ух какой вид хм никогда не был гляньте сколько шишек валяются откуда здесь шишки интересно человек вон сидит читает что-то отдыхает вон есть места где можно вон перекусить с прекрасным видом а вид такой завораживающий конечно трасса горы вон там сейчас дойдем смотрите как трасса идет горы вдалеке там есть дорога через эти горы и там хорошо конечно наверху прохладно можно можно ночевать но к сожалению там негде где такой здесь обрывчик классный вид еще на закате у нас такое еще солнышко вышло так красиво возле тучки красота никогда не был ну тогда я помните был видео что я вам говорил что дождь был и хотел вам заснять и не получилось а сейчас вот вот это такой здесь спуск идет вот здесь вот трасса идет туда 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 там вон еще есть птица видите такая железная сделана немножко далековато но ничего страшного кто на телевизорах будет смотреть думаю будет повеселее видно там дождик у нас идет ну и здесь у нас такой вид там вон внизу видите зелененькая вот это что-то растет не знаю что это но деревья прям в рядок посажены и горы горы трасса дальнобой рулит там вон люди ездят прикольно такая здесь долина долина классно классно здесь животные бегают иногда можно встретить какую-то заразу вот и зайчики вот и зайчики видите которые я говорил лежит кролики также есть ну прикольно прикольно все друзья я пошел отдыхать вы оставайтесь будем ехать дальше то есть все что то есть что все что Субтитры создавал DimaTorzok 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 Думал, может еще что-то такое маленькое выскочит Место есть как бы Не маленькое, не маленькое Но было 2-3 груза там поставил Но не отдают Потому что много машин Здесь я нахожусь в Альпасо Рядышком с Альпасо в Техасе Много машин Сегодня пятница, пусть ребята там берут грузы Не будем париться по этому поводу И так есть Хорошо как мы едем Поэтому Двигаемся Сейчас у нас ЮЭСКО, проселочная дорога От Альпасо идет До 54 До 40 Трассы До Фриве 40 Потом туда выскакиваем И по прямой идем на На этот Скажите, я скажу На Оклахому Сити А потом на Сент-Луис Наверное Пойдем А нет не на Сент-Луис А может и на Сент-Луис Или на Канзас-Сити В общем посмотрю как там будет поближе Как там получше будет Я думаю наверное на Сент-Луис И потом на Иллиной На Рокпорт За Послезавтра У меня там выгрузка Ехать 1400 миль мне осталось Не так много Но чем выше я уеду Сегодня Тем может будет прохладней Хотя Я смотрел прогнозы погоды Здесь тоже жарко Было жарковато спать И там тоже жарко у нас Как-то эти дни очень жаркие Лето, лето давит конкретно Ну двигаемся потихонечку Ничего страшного Чуть-чуть где-то какой-то косячок есть Потому что Давление Тоже не выдается по полной Значит где-то какая-то потеря есть Где-то ноль Скажем 15 15-20 15 процентов где-то 20 потери есть Может даже меньше 10 где-то 10-15 где-то так Да где-то 10-15 процентов Процентов потери есть Ну Потери будем искать дома Ничего страшного Главное не душить его Не давить Чтобы расход космический не был Да и все И ветра главное Чтобы не было в лицо Потому что Тогда буду давить его постоянно На улице и так жарко Все Двигаемся по прекрасному штату Не в Мехико Идем невесочкой Такая красота здесь Всегда здесь езжу В основном как-то попадало Что поздно вечером А сейчас попался что Днем еду В общем поизучал я вопрос по поводу этой ошибки Которую выбило Ну что я вам могу сказать Где-то или контакт плохой массы Или Провод где-то перетерся Ну я догадывался об этом Как бы В общем Где-то плохой контакт мне кажется Или блок управления Этот модуль управления топливом Ну как бы на модуль я не сам Не думаю Не знаю А вот Что провод где-то Или Контакт плохой Все может быть Почему? Потому что В 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 Будем искать проблему по приезду домой Уже я надеюсь доеду домой Без приключений В Он то едет все нормально Если так наступить Как бы механически Он работает Где-то электроника Немножко подключивает И поэтому Она его чуть-чуть Как в аварийном режиме Держит Плюс еще Эта жара тоже давит Конкретная на улице Жара 40 градусов С копейками Может из-за этого Какая-то проблема Я не знаю Друзья Ну в общем Будем искать проблему По приезду домой И будем И поедем Если сам не найду Поеду Подключу К знакомому К Компьютеру Прочитаю там Подробно По шинам По этим Посмотрю Что там за ошибки На главном компьютере В общем Будем искать проблему Этот нюанс Потому что это не дело Я постоянно его давлю У меня чуть-то расход даже вырос Потому что Ну как бы он не вырос Но если Ветер в лицо Или что-то там Вот по горам По холмам идешь Он чуть выше Ниже становится Потому что Или выше или нет Короче Смотря в чем измерять Ну расход больше Одним словом Чуть становится Потому что Постоянно поддавливает Ну вот Вот и турбинка Поэтому у нас не выдает Потому что она не дополучает Топливо Нормальное количество Ну то есть Процентов 80 Получает А 20 У нас где-то В воздухе теряется Как в аварийном режиме Или я не знаю Как это назвать Пока я вам рассказываю Можете посмотреть Пейзажи Такие вот Таких оленей Здесь такие шикарные Животные Они живут Здесь зелени Много Здесь всегда ночью Стремно ехать Потому что видите Как в США Вот односторонние Движения Очень редко попадаются Только на таких Проселочных Дорогах И естественно На этих Дорогах Более аварийность Больше Так само Здесь животные Ходят гуляют По ночам Почему-то они всегда По ночам Лазят возле дороги Или вдоль дороги Впрочем Тундра новая Едет Тойота спереди Так себе Как-то жопа смотрится Пара мне как-то не очень Кажется Она старая Круглые были Посимпатичнее Как-то она выглядела Побольше Жопа мне кажется Как-то у нее Видите Я его разгоняю За тундрой Не успеваю тупить Сейчас взял Все Один и один Турбина Больше не хочет Недополучает Тяги Может Воздух Где потеря Подсасывает На интеркулере Фихи его знают Я уже Эту резиночку Купил Поменяем На интеркулере Ну как бы я не думаю Что в этом проблема Потому что она Сифонит Достаточно уже давно Я ее не могу Не мог найти А вот Эта проблема Только появилась У нас Как-то так Друзья Едем Еду не спеша Времени валом 1240 миль еще ехать Немного я проехал сегодня И Сегодня буду ехать Не знаю Наверное по максимуму Воскресенье у нас получится День отдыха Потому что Воскресенье Надо утром выгрузиться А потом У меня в понедельник Выгрузка Хотя Может быть получится Что и Этот можно В воскресенье выгрузить Не знаю Но все равно Но как ни крути Воскресенье Воскресенье получится Выходным днем Отдохнем Полежим Посмотрим телевизор Сейчас бы подняться туда повыше Может быть Прекрасно в городе Чикаго Не так жарко Или в Милвоке Ну я У меня конечная точка Выгрузки Я в Чикаго в Самоне еду Я еду в Рокфорд И еду Это пригород Чикаго И еду в Милвоке Это тоже как бы Недалеко от Чикаго Висконсин На границе там Чикаго И Льнойса И Висконсина Поэтому Самая Да-да-да Моя любимая аэрия Как вы говорили Не зарекайся Ну друзья Тяжело было отказаться От таких денег Как бы которые предложили Мы едем больше двух долларов за милю Как бы С Аризоны тем более Поэтому Почему бы и не поехать уже Ладно Ну и надежде Что мне там рассказывают Я обязательно запишу это Что на Флориду легко взять груз Груз на Флориду легко Но вы помните Что мне там не везет Это просто вот Невезучая моя аэрия Ну что сказать Ну не люблю я эту аэрию Она мне не лежит видите Просто мне там не везет Это не значит что там плохо Плохо или там что Мне просто не везет Поэтому для меня лично Для меня лично Это плохо Плюс для меня лично Плохо эти дороги Не смотрится эта тундра Вообще ни о чем Этот пластик какой-то Притулили ей сверху Непонятный на задней крышке Не знаю Мне не нравится товарищи Я не знаю как там морда Но Жопа вообще ни о чем Как-то скучно Скучно смотрится Еще он едет как черепаха Можно ехать быстрее Еще одна сторонка видите Минус его обгона Потому что В основном в США Две полоцы Как минимум Везде А это Как На родине Прям Морда тоже Между прочим Не очень сейчас Смотрю на ней Не очень Как-то старая Мне более нравилась Хотя ну морда еще куда не шла Но жопа на тундре Как-то не очень Хотя машина хорошая В принципе Не знаю как новая Честно даже ни разу не сидел Но на старых версиях Ездил Возил там машины Чуть-чуть Даже тягал Там на работе У нас была тундра Неубиваемый автомобиль Просто неубиваемый Там и двигателя На нем возили там Ну машина была как бы На разборке Поэтому на ней возили И использовали ее По максимуму Всем чем можно Поэтому Издевались как говорится Над ней конкретно И дальше продолжают Ребята над ней издеваться Там уже 1400 пробега 500 мил Наверное А может уже разобрали Даже не знаю Может уже ее На металлолом сдали Но машина там Себя окупила Тысячу раз Хорошая машина Как для пикапа Хорошая Тоже военную технику Везут спереди Это военный уазик Как он Хаммер И контейнер какой-то На воинской части Грузился Сейчас очень много Очень много техники Возят военные Очень много Но сами знаете почему Двигаемся друзья Двигаемся Ребят заехал Магазинчик Смотрите Что-то тут намечается Какие машинки Далеко он там В трейлере Вообще В машине какая-то стоит Старичок Вообще Красавчик Какой-то бежевый На парковочке У магазина Гляньте Какие автомобили Ништяк Сейчас пойдем Посмотрим наверное Смотрите какой Красавчик Обалдеть Вот Эта машина Техас 1937 Год Вау Идеально Просто Красота А цвет Друзья Обалденный Просто Класс Салончик Вылизанный Капец Будут продавать Да Будут продавать Будет наверное Или я не знаю Может будет Что-то здесь будет происходить Видите Квадрики здесь стоят Ребята запарковались Ну Ништяк Ништяк Что-то здесь будет Выставка Вот еще здесь Я уверен Тоже Машинка Стоит внутри А вот тоже Крайслер Гляньте какой Ну этот такой Не очень Натертый Неплохой Старый Но Ну не очень Там еще Внутри У чувака тоже Бежевый Вообще Прикольный Ну это такое Да Не очень Класс Так идем в магазин Мы вон Парканулись Надо мне на ужин Там заскочить Хочу взять друзья И еще 900 миль Ух Завтра день есть На улице чуть-чуть Свежеет Надеюсь сегодня Сейчас еще Солнышко вон садится Почти село Миль Блин Не знаю 50 100 Максим И все Будем отдыхать Доброе утро господа Ну что Я в штате Иллинойс И вы думаете У меня все здесь Гладенько А нет Я же в штате Иллинойс Ой Сонный друзья Только проснулся Стоим в кукурузе О Видите какая Гляньте Сочненькая Расскажу что случилось В принципе ничего особенного Я приехал Вчера вечером Сюда Переночевал Приехал сегодня утром На выгрузку А здесь Зачинено Закрыто у нас Господа Это завод Крайслер находится Он Не видно его наверное Думаю Ну в общем У меня был Вот сюда вот дорога Вот здесь вот за кукурузой Склад сразу Здесь тупик Везде Сюда тупик Видите я здесь стал В кукурузе И там И в общем Вон там Вот завод Ну в общем Вот это вот Вся территория Это вот завод за кустами Крайслер Так вот этот Крайслер Закрытый По идее он должен Работать И склад должен Работать Ну все закрыто Так что Удача мне сегодня Не улыбнулась Будем ждать Понедельника Сегодня воскресенье Целый день Буду отдыхать Сейчас поеду Хочу кофе купить Съезжу в спортзал Позанимаюсь Там 2-3 часика В общем Займусь делами Такими Обычными Особо в принципе И делать то нечего Но В общем Будем делать То что Можно А можно это значит Позаниматься Отдохнуть сегодня А завтра Они в 6 открываются Надо будет в 6 Выгрузиться По-быстрому И мне час 20 Еще ехать До Милвоки Потому что там на 8 Выгрузка тоже надо Чтобы завтра быстро Выгрузка Хотел машину помыть Не знаю Дождь был целую ночь В Иллиной все очень душно Так не очень приятно Ну не буду мыть Потому что наверное Не знаю В принципе Такая грязная Уже дома по-моему Не хочу еще сегодня делать Хочу отдохнуть Такие вот пироги Вчера тоже паренек Здесь со мной Попал Не то что попало Груз тоже у него был Куда Я у него Друга своего Когда много друзей Друзья Очень хорошо У друга забрал Такой же самый груз Вот его груз Видите Легкий А вон мой еще Пристегнутый Так что Чтобы Отпустил его деньги Зарабатывать Я говорю Еть Это моего друга Водитель Новый водитель И Отпустили водителя Чтобы ехал деньги Зарабатывал Брал следующий груз А этот выгружу Так сказать Чтобы не терял день Такие вот пироги Друзья Так что Отдыхаем И завтра на разгрузочку Увидимся Доброе утро Друзья Стоим На въезд на заводик Вон там Прямо видите Дверца Я думаю Нам туда Очень много траков Блин надо было раньше приехать Я не думал Что их тут так много будет С утра Что то я не подумал об этом Ну ладно Сейчас еще машинке 3-4 заедем А время то тикает А нам надо ехать на Висконсин Так заезжал туда Отправили короче на другой тот склад Ой блин Все как у людей Времени нет нифига А надо ехать А я по складам езжу В общем Изначально адрес тот был Правильно я туда ехал Сейчас тут простоял Потерял время только Уже мог бы может быть там выгрузиться Ай Все как не у людей Ай так друзья приехали мы на вторую доставочку немножечко припоздал я не намного но несколько минут ничего страшного сейчас пойдем выгружаться надеюсь сюда вот и двери все ребят закончили работу спасибо что стоят со мной смотрите дальше будем снимать для вас всем до свидания